МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Опасная весна. В Республике участились случаи выпадения детей из окон. Тень директора. Управление образования администрации города Чебоксары реализует проект по пополнению кадрового резерва. Три солнца. В Чебоксарах в рамках всероссийского проекта начали съемки нового фильма. За эти выходные в Республике произошел 51 пожар. В 43 случаях причиной стали полтравы и сжигание мусора. И это несмотря на то, что до сжигания сухостоя строительного мусора предусмотрена административная ответственность в виде штрафных санкций. Предупреждение или штраф на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юрлиц от 150 до 200 тысяч рублей. Глава Чувашии обязал глав муниципалитетов предоставлять ежедневный отчет о противопожарной ситуации и причинах возгораний. Внимание, родители! В Чувашии участились случаи выпадения детей из окон. Когда ребенок выпадает из поля зрения взрослых и остается один на один с окном, угроза жизни и здоровью высока. Дети очень уязвимы из-за естественной любознательности. Если взять статистику за последние несколько лет, то это десятки детей, десятки здоровых детей, как мы уже говорили. И по-прежнему, несмотря на то, что все средства массовой информации, интернет заранее предупреждают о возможных последствиях, количество детей, падающих с окон, к сожалению, не уменьшается. И это, конечно же, связано с безответственностью родителей. Многие думают, что с ними такого точно не случится. Но о трагедии не застрахован никто. В этом году уже произошло несколько несчастных случаев, когда маленькие дети выпали из окон. Был случай, этот ребенок упал с 25 утра, как он говорит. Ну, ему, можно сказать, повезло. Наделался и в его косе предплечье, и в его косе голень, и без смещения. И в уши при легких. Сейчас он уже после реабилитации у нас выписан. Вот прошлый четверг успел ребенок оставленный без родительского досмотра. Пятилетний ребенок с пятого этажа. И он тоже, если можно сказать, повезло, что его прохожий успел заметить и поймал на руки. Это поэтому не только ушиб легких, и череп не открывает раму, стрясение головного мозга. То есть без перелога костей. Был случай, когда в том году у нас папа кормил ребенка на подоконнике. Это, по-моему, ешь, ешь, повернулся ребенка, нет. И выпал в окно. Чаще всего дети падают, когда опираются на москитную сетку. Она создает обманчивое ощущение защиты, но не выдерживает веса ребенка. Для того, чтобы застраховать его от случайного выпадения из проема, предусмотрена специальная защита на пластиковые окна. Она имеется в персонале каждой оконной компании. Это ручка с ключом. Она стоит достаточно недорого. Поменять можно на любую другую ручку, которая у вас стационарно установлена. Родители могут, нажав на эту кнопочку, достаточно нехитрым способом, не спрятав ключи, уже не разрешать детям открывать окна. В принципе, как бы это невозможно. Сил ребенка не хватит, чтобы провернуть эту ручку. Только подведя ключ, возможно, будет открыть этот окон. Другая защита у нас является стационарно установленным на раме. Тот же детский блокиратор на открывание. В принципе, вот при таком положении окно не открывается, но имеет свойство проветриваться. То есть работает на откидывание. Открыть такой замок ребенок, опять-таки, не сможет. Только родители, которые приложат свой ключ, провернут его, и, в принципе, он начинает работать. Только в этом случае. Защита здесь того, что ребенок не догадается открыть окно путем того, что это нужно, ручку продавить. То есть путем продавления данной ручки она только начинает поворачивать. Если же такую манипуляцию не делать, то сама ручка, она сама по себе не работает, не поворачивается. Цена установки дополнительной защиты от 500 до 800 рублей. Именно за такие небольшие деньги можно купить безопасность для ребенка. И многие родители предпринимают соответствующие меры до того, как малыш научится ходить. Но, к сожалению, взрослых, у которых не доходят руки и не хватает времени или осознания угрозы, тоже достаточно. Поэтому дети продолжают получать увечья или гибнуть. К другим темам. Аграрии Чуваши начали сев яровых. Первыми на поля вышли сразу несколько агрофирм в Батаревском районе. Всего на сегодня посеяно зерновых и зернобалового культура на площади 360 гектаров. Подкормлено 760 гектаров озимых. Пробарановано более 1000 гектаров многолетних трав. Продолжается работа по культивации зяби. И на сегодняшний день прокультировано 360 гектаров. Всего в полях работы. На сегодняшний день порядка более 70 единиц техники. Всего нам необходимо провести яровой сев на площади более 29 тысяч гектаров. Более 9 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Чуваши этим летом. Заявочная кампания сейчас в полном разгаре. 17 апреля в ней участвуют города и районы. О том, как лучше организовать каникулы, говорили на республиканской планерке. Чтобы лето детей прошло интересно, с пользой для здоровья и ума. Этим вопросом озадачены сейчас взрослые. В республике будут работать 318 лагерей, в том числе пришкольные. Вместе они смогут принять уже почти в 10 раз больше ребят. В этом году сроки подачи документов изменены. Нужно сделать все за месяц до начала здравительной кампании. Ограничительные меры из-за опасного вируса никто не отменял. Готовятся к открытию 14 загородных лагерей. Всего 220 лагерей вместе с пришкольными направили в Роспотребнадзор уведомления о готовности принять детей. Но согласно рекомендациям Роспотребнадзора на сегодняшний день мы пока реализуем 75% наполняемости наших лагерей. И в зависимости от эпидситуации в перспективе будем смотреть уже по дальнейшему наполнению. В соответствии с новыми санитарными правилами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора все лагеря будут оснащены рециркуляторами, бесконтактными термометрами, антисептиками, дозаторами и средствами индивидуальной защиты. Путевка стоит около 16 тысяч рублей. В профильную смену продолжительностью 21 день чуть больше 17,5. Что же касается льгот для семей, то они сохранены на уровне прошлых лет. Глава Чуваша отметил, что если для безопасности детей понадобятся дополнительные средства из бюджета, то правительство республики готово искать другие формы поддержки. Важно подчеркнуть, что некоторые путевки так и остаются невыкупленными. Поэтому после 5 мая заявочные кампании продолжатся на свободные места. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Примерно каждый второй выпускник школы республики выбирает для обучения вуз Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов. Получив диплом, молодые специалисты не спешат возвращаться на малую родину. Это негативно сказывается на развитии экономики Чувашии. Какие условия необходимы для сокращения образовательной миграции, обсуждали на стратегической сессии члены Кабинета министров, главы муниципальных образований, руководители образовательных организаций и представители-работодатели Чувашской республики. Условия обучения конкурентны с федеральными вузами и определенные перспективы трудоустройства. Вот что может привлечь будущего студента. Кроме того, большую роль играет ранняя профориентация. По мнению участников сессии, необходима индивидуальная траектория сопровождения ребенка в зависимости от его склонностей и увлечений, чтобы он понимал, какой предмет выбрать для сдачи ЕГЭ, какое высшее учебное заведение на территории Чувашской республики поможет ему получить эту профессию, какие предприятия готовы принять его в качестве молодого специалиста и на каких условиях. Глава региона отметил, Чувашия находится на высоких позициях по инновациям. В республике хорошая школа научных изысканий и конструкторских работ, а значит достаточно высококвалифицированных рабочих мест. Причем это распространяется не только на технические, но и на гуманитарные и на естественно научные направления. Необходимо собрать разрозненные элементы образовательной системы, науки и производства и соединить их в единую цепочку. Управление и образование администрации города Чебоксара четвертый год успешно реализует проект «Школа будущего руководителя». Он помогает сформировать кадровый резерв. В этом году участниками стали 14 человек. У одного из этапов говорящее название – «Тень директора». Сергей Бесчастнов, учитель русского языка и литературы, столичная школа номер 9, следует по пятам за директором лицея номер 4 Натальей Коноваловой. С утра и до самого вечера они вместе разбираются в тонкостях управления учреждением образования. Соблюдение ограничительных мер, проверка школьного расписания, чтобы не было сбоев. Интересные внеклассные занятия, работа с документами и уроки тоже никто не отменял. Ощущение, что день директора включает в себя 24 часа. И все надо успеть. Самое главное в школе – это мотивация наших учеников. Там очень много, это целый проект, я вам говорила, да как это делается, но вот детям вручаются. Вот в начальной школе я вам лицей, это вот одно. Потом, значит, лучшим из лучших – это за Олимпиады, за соревнования и так далее. На себе примеряю все эффективные механизмы управления школой. Впечатление у меня хорошее. Участие в проекте для меня важно, так как я себя вижу на руководящей должности. Хотелось бы учиться еще большего, постигать эту сложную науку управления. Все участники проекта закреплены за директорами разных образовательных организаций. Среди них две гимназии, три лицея, девять общеобразовательных школ. Важно, что стажировка проходит не в том учебном заведении, в котором работает сам участник проекта. Опыт от практики здесь получают не только конкурсанты, но и сами директора. Я считаю своей обязанностью, как представителя старшего поколения руководителя, передавать опыт, а тем более таким замечательным молодым людям, девушкам и юношам, которые амбициозны, которые профессионально подходят ко всем вопросам и карьерного роста, и педагогическому профессионализму. Успешно прошедшие стажировку будут рекомендованы для включения в кадровый резерв. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. Олег Николаев вручил благодарственные письма президента России Владимира Путина активным участникам мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Три основных направления, в которых сосредоточили работу по подготовке и проведению 75-летия Победы, патриотическое воспитание молодежи, волонтерское движение и медицинская помощь ветеранам. Символично, что награду удостоились заведующая сектором музея воинской славы Людмила Жестянкина, председатель регионального штаба движения «Волонтеры Победы» Анастасия Кутузова и врач-гириатор Республиканского клинического госпиталя для ветеранов воин Нина Сидорова. Сегодня день единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. В школах республики прошли уроки, посвященные памяти жертв. Чтобы проводить политику уничтожения людей, нацистам требовались специально подготовленные картины и формирования. Анастасгруппы на территории СССР действовали четыре таких отряда. Страшная картина прошлого. Истребление советского народа было одной из главных целей фашистской Германии. Дети, женщины и старики подвергались жестоким пыткам, умирали в муках. За годы войны гитлеровцы разрушили 1710 городов и более 70 тысяч тел и деревень. Потери мирного населения превысили 13,5 миллионов человек. Об этом тяжело говорить, но еще тяжелее молчать. Я только что вернулся со всероссийской акции открытия вахты памяти из Южно-Сахалинска, где отдельно много внимания уделялось проекту без срока давности. Это масштабный такой архивный, архивно-поисковый проект. Было выпущено 23 тома архивных материалов о геноциде мирного населения. Поисковики со своей стороны проводят пылевые исследования, раскопки. Документальный фильм, рассказывающий о том, что граждане нашей страны пережили за годы Великой Отечественной войны, не оставил школьников равнодушными. Сразу после просмотра ребята написали письма в будущее. В фильме без срока давности повествуется о жестокости и бесчеловечности нацистов. Свои размышления, эмоции я написала в письме своим потомкам. Назвать точное число жертв геноцида невозможно. Единственное, что мы можем, не забывать об этой и других трагедиях, которыми, к сожалению, так насыщена наша история. Память человечества рождается в кровавых муках, но она – избавление от повторения ошибок. Ольга Семенова, Владимир Синдеев, Республика. Мы уже рассказывали вам о том, что победителями Всероссийского конкурса на создание мемориала в память о трудовом подвиге строителей сурского и казанского рубежей стали архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов. Работа уже началась. Вот что рассказал Андрей Коробцов. Архитектурный арт-объект такой. Такого мы еще не делали. Можно сказать, что это, может быть, первый опыт у нас такой. Изначально отталкивались именно от темы, хотели каким-то образом раскрыть ее. Совсем непросто. От самой истории отталкивались. Там большое открытое пространство, столбы, эти пилоны, они достаточно высокие. Нужно рассчитывать ветровую нагрузку, плюс они плоские. И у нас конструкторское бюро рассчитывает конструктив сейчас. То есть это совсем непростая задача. И нужно сделать это красиво. Благоустроенные парки, скверы, пешеходные и игровые зоны по современным дизайн-проектам, которые выбирают сами жители. Участие в открытом голосовании уже не будущее, а настоящее. 26 апреля по всей стране стартует рейтинговый отбор самых интересных проектов благоустройства общественных пространств, в том числе и нашего региона. Напомним, что в столице республики на портале «Открытый город» такое голосование уже проходило. И в 2019-2020 годах многие открытые площадки изменили свой облик. Глава столицы Олег Картунов, как региональный координатор партийного проекта по формированию комфортной среды, вместе с депутатом Госдумы России Леонидом Черкесовым посмотрели, как организован отдых на уже отремонтированных объектах в Дорис-парке и сквере по проспекту Максима Горького. По результатам рейда был сделан ряд замечаний. Где-то нужен мелкий ремонт, где-то поменять траекторию дорожки, чтобы было удобно даже маломобильным гражданам. Такой контроль должен быть в любом городе, отметил Олег Картунов. И работа в этом направлении продолжается. Напомним, с 26 апреля по 30 мая чебоксарцы снова смогут выбрать проекты благоустройства. В списке дизайн-проектов лидеров рейтинга для реализации в 2022 году «Школьный бульвар», «Обиковский лес», «Сквер Ивана Франко» и «Площадь республики». Проголосовать могут граждане, начиная с 14 лет, на портале госуслуг или на сайте городсреда.ру. Масштабный проект киноуроки в школах России набирает обороты. В эти дни в Чебоксарах идут съемки очередной картины. Параллельно состоялся показ уже готового фильма из этого цикла. Я составил план на 20 лет. Здесь все подробно расписано. Чтобы стать космонавтом, знаете, сколько надо уметь? И сколько? Эдик, Ростислав и Алена хотят стать космонавтами. Правда, в погоне за мечтой совершают серьезный проступок. Только осознание ошибки и поддержка близких могут помочь исправить ситуацию. Этот фильм уникален тем, что там снимался летчик-космонавт Токарев Валерий Иванович, герой России, и Тамара Дмитриевна Филатова, это племянница Гагарина. Очень хочется вернуть желание быть космонавтами нашим детям, потому что сегодня космонавтика не просто развивается, но мы понимаем, что в этом будущее. Фильм создавался в Санкт-Петербурге. В нем, как и во всех кинолентах проекта, снялись не профессиональные актеры, а школьники. Мне очень понравился фильм. Я думаю, что сниматься в фильме очень сложно. Они очень хорошо сыграли, как будто настоящие актеры. Прямо как будто все в настоящее происходит. Всего в коллекции будет 99 фильмов, снятых в разных регионах страны. Республика тоже стала частью проекта. Здесь снимают киноленту под названием «Три солнца». В главной роли ученик столичной школы номер 59 Всеволод Ларин. Чтобы фильм удался, принято разбивать тарелку. Фильм «Три солнца». Расходим все подальше. Еще раз! Сюжет носит вот такое ключевое сообщение. Это уважение. То есть фильм будет снят на тему уважения. Сценарий очень интересный, волнительный, эмоциональный. И он настолько близок к чувашскому народу. Я очень рада, что там будут как раз этнические мотивы, будет национальная культура, будет взаимоотношения взрослых детей. Съемки будут проходить по всей Чувашии. Ольга Семенова, Юрий Марков, Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. В технопарке прошел открытый республиканский чемпионат гонка дронов. Состязания по скоростному прохождению трассы квадрокоптерами приняли участие ребята из образовательных центров «Точка роста». Дроны или беспилотные летательные аппараты используются для съемки и других воздушных работ. Но отлично подходят и для соревнований. Для технопарка «Кванториум» это первый опыт. На мероприятие приехали дети со всей республики. В двух возрастных группах набралось более 30 участников. После квалификационных состязаний в финальном этапе в каждом из полетов участвовали одновременно два квадрокоптера. Победитель проходил следующий раунд. Проигравший заканчивал свое участие в соревнованиях. Детям очень интересно. Они с удовольствием тренируются и в школе. И вот сейчас они сегодня соревнуются. Здесь очень довольны. И в дальнейшем хотят участвовать. Финалистов определяли по гонке до трех побед. Владимиру Крылову приходилось совмещать тренировку с подготовкой к экзаменам. Но несмотря на это он финишировал первым в своей возрастной группе. Готовился я примерно полгода после уроков. Нас в школе соорудили специальную маленькую площадку, где мы по возможности отрабатывали все методы полета. Со стороны кажется, что управлять дроном легко. Однако новичку может потребоваться немало времени, чтобы набить руку. Влево-вправо, как положено. Влево-вправо. Значит вверх-вниз, вперед-назад, влево-право. Чтобы летающий робот правильно выполнял команды, нужно знать устройства и принципы работы. Владеть языком программирования. Конечно, можно просто поднять дром в воздух, но это неинтересно. Гораздо важнее найти с ним взаимопонимание. Мы хотим расширить, уже включить в программу программирование. То есть не просто гонка будет, а ребята напишут программу на компьютере. На языке Python или Java, там все что угодно. И мы уже посмотрим, как они ее написали и что квадрокоптер исполнит в их написании. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Государственная служба занятости населения ведет свое начало от 19 апреля 1991 года. Когда был принят закон о занятости населения. В этом году Центр занятости страны отмечает свой 30-летний юбилей. Основной целью существования службы на протяжении всех 30 лет является предоставление государственных услуг по поиску работы, трудоустройству, обучению безработных граждан. Мы снова в Центре занятости. Вот уже три десятилетия подряд. Каждое утро здесь встречают тех, кто в силу разных жизненных обстоятельств остался без работы и нуждается в помощи государства. Служба занятости сегодня во многом обеспечивает экономику чувашей кадрами, решая задачи непрерывного обучения и развития профессиональных навыков безработных граждан. Настоящее испытание на прочность служба прошла в прошлом году, когда из-за известных событий, связанных с пандемией, количество обратившихся за помощью увеличилось в семь раз. Несмотря на это, люди, работающие в этой системе, справились с задачей. Сегодня Центр занятости Республики обретает режим штатной работы и ставит задачу уже к декабрю текущего года довести численность безработных граждан до уровня 2019 года. «Наш коллектив в основном женский, он молод, как наша дата. А женщины – это всегда тепло, ответственность и любовь. Поздравляю наш славный коллектив с этой знаменательной датой. Желаю всем коллегам личного счастья, добра, терпения и любви в своем нелегком труде на благо наших горожан, на благо всех жителей нашей любимой родины Чувашии». Развитию службы, ее качественному наполнению всегда уделялось повышенное внимание и забота. Большая роль в развитии службы занятости Республики принадлежит людям, стоявшим у истоков ее создания, заложившим основу взаимоотношений и стиля работы. «Я с большой теплотой вспоминаю специалистов, которые показали себя с замечательнейшей стороны. Благодаря их труду, благодаря настойчивости, добросовестному отношению к делу, служба занятости Чувашской Республики всегда находилась на хорошем счету, как в Республике, так и в составе Российской Федерации. Результаты наши были хоть и скромные, но они всегда превышали среднероссийский уровень». Ситуация с занятостью перманентно менялась. Она напрямую была связана с экономикой страны. Стагнации, кризисы, конечно же, увеличивали число безработных. Эти три десятилетия биржа труда менялась вместе со страной. «Я, как сейчас, очень отчетливо вспоминаю те тяжелые 90-е годы. Центр занятости стал своего рода островком надежды, потому что сюда приходили люди за помощью. Центр ведь не только занимался трудоустройством и выдачей пособий по безработице, и причем эти пособия мы выдавали не просто только денежными средствами, их не хватало катастрофически. Был процесс выдачи различными родами взаимозачетов и закрытием коммунальных услуг, троллейбусные и автобусные проездные билеты, продукты питания через наши муниципальные магазины. Было это очень сложно организовать. Конечно, это все мы преодолели. Есть новые задачи, есть новые идеи, и есть люди, которые и встречали, и встречают тех, кто нуждается в помощи своими привитливыми улыбками». В 2019 году Центр занятости населения приобретает статус республиканского учреждения. В него вошли 23 отдела ЦЗН городов и районов Чувашии, где сегодня трудится 318 человек. За 30 лет только в Чебоксарах за трудоустройством обратилось около 600 тысяч граждан. Получили дополнительные профессии более 35 тысяч человек. Трудоустроено порядка 350 тысяч. Служба занятости республики находится в постоянном развитии. Чувашия – одна из первых вошла в состав пилотных кадровых центров работы России. Модернизация центров занятости началась с Канажского отдела. Теперь это кадровый центр работы России, оказывающий гражданам комплексы услуг по принципу жизненных и бизнес-ситуаций. В юбилейном году работы по созданию модельного центра занятости нового типа запланированы в «АллатРе». Скоро все отделы ЦЗН в районах и городах Чувашии заработают как полноценные кадровые центры. Только услуги здесь останутся по-прежнему бесплатными, как для соискателей, так и для работодателей. В зарегистрированном на портале «Работа в России» доступна не только база вакансий, но и личный кабинет, где можно получить справку, информацию о социальных выплатах, направление на работу. Искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием, 30-летием, со дня основания Государственной службы занятости. Этот день действительно по праву является профессиональным праздником для тех, кто посвятил себя благороднейшему делу, помощи людям, которые потеряли работу. Отрадно, что служба занятости Республики находится в постоянном развитии. Вы расширяете спектр услуг, повышаете их качество и доступность. И уверена, что тот командный дух и наработанный опыт, безусловно, будут способствовать слаженной работе и достижению поставленных целей. И желаю вам профессионального роста, новых достижений, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Это главные новости понедельника, 19 апреля. Увидимся завтра. До свидания.